Валерий Вячеславович, ну Ваши первые впечатления, Ваши первые комментарии по прошедшему матчу, пожалуйста. Ну, такие комментарии-то много и не надо давать. Могу сказать, что начало игры было за нами, но серия ошибок в центральной зоне, где мы просили сыграть построже. Мы дали возможность Факелу перевернуть игру. Да, забитый гол, там красивый гол. Он дает право о том, что 1-0 проигрывать, еще страшно. Надо было продолжать играть так, как мы играли, как начало было. В целом, я думаю, Факел выиграл заслуженно. Было больше желаний, как единоборсток, так и, наверное, в желании не то, что победить, в желании выиграть каждый единоборсток. Мы в этом проиграли. На кого-то что-то говорить я не могу в команде. Надо посмотреть, потом уже выяснять. А так, победа Факела заслужена. Получается, что Ваши подопечные в чем-то не выполнили установку, да? Ну, просили, вы знаете, не хочу на игроков что-то говорить, потому что они у нас ранимые. Скажем, группа игроков выпала из игровых действий, общая команда, выпала. Потому что, когда один урок выпадает, тяжело, а когда два, это уже большая проблема. Не надо было отдавать инициативу, чтобы мы владели там первые 25 минут. У нас серия ошибок в центральной зоне. Преодолго, что Факел начал уже больше нас атаковать. Мы отдали сами инициативу. В основном, мы вроде бы имели преимущество, но оно визуально, без голевых моментов. Вы понимаете, что можешь владеть мячом, но ты не выиграешь игру. Надо создавать моменты, надо атаковать ворота. Не удар, а не удар, для того, чтобы забить. Это прежде всего. Без ковыркам так играть нельзя. Так играть нельзя. В желании, но я не могу упрекнуть, потому что... Но они старались, да? Но старания, это очень большая разница в футболе. Надо играть правильно. И выполнять то, что мы требуем. Вот и все. Еще вопрос. Валю, сейчас Михаил Трость-Бирюков, наш, не так давно, центральный нападочий, фронтальный. У вас, по-моему, с флангой играет. С чем это связано? Не с флангой играл. Миша немножко сыграл то, что неправильно. Но, может, и выполнял то, что ему требовали. Он должен был играть из глубины второго нападающего. Но у него не всегда это получалось. А то, что получалось, до конца не доводил. Ну, это опять же. Я думаю, у него желание было здесь сыграть очень хорошо. И я думаю, Михаил старался в этом плане. Не могу сказать, что он не старался. У него желание было. Однозначно, наверное, и доказать болельщикам то, что он... Не могу сказать. Но то, что не получалось, то желание было. Валерий Вячеславович, чего не хватило для того, чтобы набрать хотя бы одну очку в этом матче? Для этого не хватило того, чтобы сыграть правильно. Не хватило желания победить. Потому что, если посмотреть по составу, у нас очень хороший состав. Имели, вначале мы имели преимущество владения мячом. Нам не хватило агрессии в атаке. Агрессии для того, чтобы завершать те моменты, которые есть. Первым делом не хватило, я говорю, большая потеря мяча в центральной зоне. Не хватило агрессии. Ну, а третье, не буду говорить там желания. Мне о желании говорить, как-то очень красиво, по данной причине. Не профессионалов свое дело. Они за это получают деньги. О том, что, ребята, выходите играть, немножко неправильно. Во-первых, не выполнение тренерской установки, то, что мы просили. То есть, сегодня тренерская установка не была выполнена? В полном объеме. В полном объеме. Выполнена или не выполнена? Не, была. Но, говорит, что виноваты в этом ребята, где они берут. Наверное, где-то мы прогадали составом, к чему я должен сегодня ребят. Я думаю, наверное, какая-то мы не угадали составом. ТСК штаб. Я думаю, наша ошибка есть. Мы все-таки команда, подождите. Зачем я должен говорить о том, что игроки отдельно, тренерский штаб отдельно? Мы все вместе. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Валерий, сейчас задам вопрос. Турнирная таблица есть. Есть две команды. Спартак 2 и Зенит 2. Вы с Зенитом 2 удачно сыграли. Но мне думается, есть проблема, что Зенит 2 может выйти или Спартак 2 с одной командой одним составом, а с другой командой другим составом. Хотя чемпионат один. Для вас, ну как вы думаете, это нормально, когда команда там она взяла очки, там она вышла с другим составом? Или это не считается проблемой? Для лиги в целом. Ну, я, знаете, каждая команда, хотя я не могу говорить там за них, но я думаю, команды, которые там Спартак 2 или там Зенит 2, я так думаю, насколько всеми понятна политика, да, это обкатывает молодежь для того, чтобы они были, скажем так, конкурентоспособны с одной командой. Или для других команд, там, ФНЛ, ну грубо говоря, или РФПЛ. И когда они играют дома или в Питере, естественно, игроки, которые не играют в стартовом составе, там, в Спартаке, в Санске, да, или в Зените, они игровую практику получают в командах Спартак 2, Зенит 2. Это нормальная, как бы, практика, я думаю, что любой бы клуб бы так бы этим пользовался бы. Это нормальное явление. Ну, прекрасно играли в Спартаком 2, у нас там выходил там и Кутепа, и Самсон выходили, как бы. Это нормальное явление. Я считаю, что это нормально. Это нормально. То, что на выезде они не ездят, ну, это, думаю, тоже объяснимая вещь, потому что эти игроки находятся в основной команды. Игровая практика нужна. Я думаю, это нормальное явление. Спасибо. Валерий Вячеславович, в свете этого вопроса, в Волгограде часто муссируется вопрос ротора Волгоград-2, да, вы вообще следите за выступлением этой команды, и есть ли перспектива тем парням, которые играют сейчас, в ПФЛ, ну, попасть в основную команду. Ну, давайте, скажем так, полностью контролировать не получаем, по одной причине, потому что график, вы сами смотрите, участие, да, ФНЛ, в новой серии там, разъезды, это хорошо сейчас стабилизировалось то, что сыграли две игры дома. И здесь, как бы, может ходить и смотреть то, что на игроков, которые играют в Ротере-2. У нас получается так, мы на выезд, и они на выезд. Полностью, мне всего, посмотрел, всего одну игру, они играли на Кубе, сзамо Ставры. Ну, я думаю, и там, на мой взгляд, опять, то, что мы и говорили с руководством, сейчас будет произведена, так скажем так, селекция молодых игроков, молодых игроков, которые еще надо имолодеть состав в Ротере-2 для того, чтобы молодые игроки были, понимаете. Есть там группа игроков, так называют дядек, да, там, Коля Олейников, там, Витя Борисов, ну, грубо говоря, но надо основную массу, чтобы были игроки молодые. Да, можно проиграть, это нормальное явление для молодых игроков. Но тогда они пойдут дальше. У нас явно такой есть пример с Чертанова. Если кто помнит, они там года 3-4 назад, их обыграли все там по 6-0, по 5-0. Сейчас они ставят задачу в выход в ФНЛ. Ребята, которые обилить уже 3-4 года, уже идут на первом месте в зоне Запада. Насколько мне позволяет память. И у них есть задача выхода ФНЛ. Потому и здесь надо, здесь не надо бояться омолаживать именно местными воспитанниками, которые есть в Уоразе. И игроков очень много, их надо, я так думаю, в ближайшее время все-таки будут заявлять, в ближайшее время для того, чтобы они подошли к основной команде. Если игроку будет там 15-16 лет, вы должны прекрасно понимать, ему будет тяжело попросить команду ФНЛ. Но пройдя там 2-3 года, реально будет помощь тогда. Реальная помощь. Ну а какая-то связь все-таки между основной командой и Ротором 2 будет? Так она есть, подождите. Все-таки она есть, да? Она есть, конечно. Она, конечно, есть. Но почему не надо отдельно брать там Ротор 2 и Ротор? Не надо, она есть. И как ни странно, по мере возможности мы приезжаем и смотрим. Это, да, там как бы разные такие, как бы юридические, но в целом, это команда, которая наша дочерняя. Обязательно. Это будущее. То есть, Эволю Бруновичу вам... Конечно. Может напрямую... Он мне, да, говорит, то есть Дораков, который более, скажем так, для ближайшее время готов для усиления команды. Для того, чтобы даже попробовать свои силы, скажем так, на триомашном сборе, чем на триомашном сборе. У нас сейчас есть такие игроки, которых можно будет, ну, в ближайшем будущем попробовать. Ну, не сегодня, завтра, а вот хотя бы вот в зимнюю паузу. Ну, вы знаете, до зимней паузы надо дожить, а потом уже это смотреть. Потому что есть такая практика, была лично у меня, когда работал в Тамбуре. Да, очень большая была группа игроков, которые играли во 2-й лиге. Во 2-й лиге играли вместе с нами. Но вы прекрасно понимаете, что уровень ПФЛ и ФНЛ очень большой. И когда они там проходили учебно-тренировочный сбор, уже видно, что игроки, скажем так, уже не могут играть в этой команде. Потому что игроки как бы разошлись по некоторым клубам. Мы до препятствий должны понимать, что игроки из молодежных команд, они должны уже приходить хотя бы из выпуска один игрок. Это уже большая как бы польза. Если придет 2, мы самые счастливые будем. А если ты все самые богатые, да? Ну, насчет богатства не могу сказать. Но в целом мы надеемся, что, конечно, город такой герой, с такими традициями, ротер-дожей. И есть одаренные дети, воспитанники, будут в городском футболе, обязательно будут, однозначно. Валерий Вячеславович, и последний вопрос. Ну, традиционный, наверное, заезжим на каждой пресс-конференции. Вы ощущаете, вот, то, что за командой, несмотря на все результаты, болельщики ездят на каждый выезд? Нет, это большое спасибо. Вы должны прекрасно понимать, без них нам было тяжело. И вот посмотрите, те игры, которые мы сыграли дома, мы сыграли дома, мы там из 13 игр 2 сыграли дома, проиграли в Балтике, хотя, если подойдет в историю, проигрывали динозу, мы создали очень много моментов, которые надо было реализовать. По крайней мере, не проиграли бы эту игру. И болельщики очень сильно болели. И был полный стадион. То же самое и с «Зенитом». Если пропустили, то болельщики нас погнали и забили 4. 4. Большое спасибо. Ну, это как-то по выездные матчи. А, ну, вы из них посмотрите. Мы начинаем там Астры, где бы не были. Очень большое было. Количество игроков было в Москве с первой игрой Азахим. Вы поймите. И с Астрахи был. С «Партаком» когда играли в Москве. Большое им спасибо. Без них вообще было тяжело. Я понимаю, что они критичны, но это нормальное явление. Любой болельщик требует побед. Нет, согласитесь. Не только руководство, но и болельщики, любители футбола. Есть немного показа скомканно. Но мы стараемся. Мы стараемся. Их радует. Но если это получается, то получается это футбол. Кто меньше допускает ошибок, тот выигрывает. Тот выигрывает. Сегодня мы допустили больше ошибок, чем факел. Ну, хочу прежде всего поблагодарить ребят за настрой. За то, что строго выдержали тот тактический план, который мы принимали. Хочу поздравить наших преданных болельщиков с долгожданной победой. Победа, которая очень важна чисто в психологическом плане. Той игры мы знали, что Тюмень выиграла. Я ребятам сказал это на предматчевой установке. И прекрасно понимали, что эту игру нам нужно только выигрывать. Чтобы при том небольшом разрыве, который есть внизу, Тюмень на таблице, более комфортно себя чувствовать. Более комфортно чувствовать. Ну, в принципе, если брать игру, то я считаю, она, ну, скажем так, равная игра была. Равная игра за инициативу, за территорию. Строго играли и ротор, и мы в обороне. И практически таких особых моментов ни у них, ни у нас в первом тайме не было. За исключением великолепно исполненного штрафного. И в перерыве я понимал прекрасно, что команда ротор будет отыгрываться, что они большими силами пойдут вперед, вперед и оголятся зоны. Я попросил ребят уплотнить максимально оборонительные наши линии, линии 3, линии уплотнить, чтобы ротор завяз немножко в позиционной атаке. И за счет быстрого перехода от обороны к атаке использовать оперативный простор. И второе стандартное положение. Ну, в стандартном положении особых так не было у нас предпосылок каких-то. Второй мяч, опять же, великолепно забитый мяч. Быстрая атака, хороший фланговый проход с передачей, с завершением. Очень рад за ребят, что здесь очень важная победа одержит. Владимир Владимирович, вы выступали в своем время за ротор. Заград для вас не чужой город. Какие-то околофутбольные эмоции у вас были перед сегодняшней игрой? Ну, выступал я за ротор давно это было. Давно. После этого я ротор в премьер-лиге команду тренировал уже, будучи тренером. Конечно, он город, скажем так, не чужой. Ребята, которые работают сейчас в роторе, под моим началом, играли и Валера Есипов, будучи я когда тренером, и Паша Могилевский. Все, и понятно, что какие-то воспоминания. Но здесь я больше думал о ситуации, турнирной ситуации, о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. И нам очень-очень важна эта победа, нужна была. Еще вопросы? Волгоград, Единый Клан Портал. Павел Пантелеич, вас надолго связывают какие-то контрактные обязательства и наступать вам? До 31 мая 2018 года. Спасибо большое. Просто вопрос задан в свете тех событий, что в средствах массовой информации появилась какая-то то ли дезинформация, то ли информация о том, что вы можете покинуть факел. До истечения срока контракта я не собираюсь покидать факел. Не для того я сюда приходил и бросить команду в такой сложнейший период. Но это, наверное, с моей стороны было бы и профессионально-человечески неправильно. Спасибо большое.